Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. На площадке регионально-общественная приемная и председателя партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. В Черкесске начинаются работы по озеленению. Совсем скоро зеленые насаждения появятся во всех парках. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Ваулиуч-Кулан» вышло на финишную прямую. И в станице Преградной Урупского района состоится торжественное открытие первого центра общения старшего поколения в республике. Далее подробно об этих и других темах. Глава Карача-Черкесии Рашид Тимрезов поздравила жителей республики с наступлением священного месяца Рамадан. Сердечно поздравляю мусульман республики с наступлением священного месяца Рамадан. В эти благословенные дни сердца верующих исполнены света, чуткости и милосердия. Великий пост в Рамадан призывает к духовному очищению и нравственному обновлению. Желаю всем верующим мусульманам укрепить свою веру, наполнить и дела свои, и помыслы добром, благочестием, состраданием к ближним. Пусть молитвы и устремления верующих будут услышаны. Мира и благополучия в каждый дом. Написал в своем телеграм-канале руководитель региона. Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начался 22 марта после захода солнца. Рамадан месяц, обязательного для мусульман поста, он является одним из пяти столпов ислама, периодом преданности и поклонения для всех мусульман, независимо от того, в какой части света они находятся. От соблюдения поста священный месяц освобождаются люди, здоровью которых может навредить отказ от приема пищи. Это болеющие, старики и дети, а также беременные и кормящие женщины. Во время Рамадана важно облюсти духовную чистоту и воздерживаться от всех негативных поступков и эмоций. Об этом рассказал и напутствовал мусульман муфти Карачач Геси Исмаил Хаджи Пердив. Хотел попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам дал силы и здоровья, все это исполнить в полном объеме. Ведь пост, он был предписан для всех религий. Точно так же он предписан и для христиан, и для иудеев. Каждый по-своему держит, кто несколько дней, кто месяц. У нас предписан месяц Рамазан. Вот как мы увидим месяц Рамазан, и мы начинаем этот пост. Сегодня вечером уже в мечетях мы должны собраться на таравих намаз, исполнить это, сделать ният, намерение, и уже с завтрашнего дня начинать этот месяц. Взаимодействие органов государственной власти и УФСИН обсудили в правительстве региона. Состоялась встреча председателя правительства Карачао-Черкесии Мурата Аргунова с руководителем отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Карачао-Черкесии Ромаем Галиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе обеспечения в муниципальных образованиях субъекта. Место размещения работников Уголовно-исполнительной инспекции территориального органа ФСИН. Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере работы исправительных центров в регионе, а также трудоустройства граждан, осужденных к принудительным работам и их дальнейшей социализации. В Народном собрании Карачао-Черкесии прошло заседание, на котором обсуждены вопросы профилактики и противодействия идеологии экстремизма. В этом разговоре приняли участие не только парламентарии, но и представители правительства и духовенства региона, общественные деятели, правоохранители, а также помощник полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Айдамир Валиев. Информацию комментирует министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. В министерстве проводится работа. Так называемая кибер-дружина состоит из шести семи блогеров разных национальностей. На периодичной основе каждый год осуществляют мониторинг в сети интернет, в социальных сетях, в мессенджерах для выявления негативных материалов, связанных с экстремистской террористической деятельностью. За прошлый год министерством было выявлено 450 материалов. В дальнейшем эти материалы каждый месяц направляются в Центр противодействия экстремизму для дальнейшей работы. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности. Решение является частью реформы контрольной надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. В образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, также продлена возможность проведения профилактических визитов вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении. Через личные кабинеты на портале госуслуг предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения, при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений. С 27 по 31 марта на площадке оригинальной общественной приемной и председателя партии «Единая Россия» и в местных общественных приемных во всех городах и районах республики пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Вопросы и обращения жителей рассмотрят депутаты всех уровней и представители управления Государственного жилищного надзора Карачао-Чикеси. Записаться на приемы, а также уточнить график приемов в рамках тематической недели можно по номерам 8 878 2 20 12 12 или 8 878 2 20 01 11, а также по адресу Черекесск, проспект Ленина 154. Размер грантов для некоммерческих организаций в Карачао-Чикесе увеличили в четыре раза. Соответствующий проект постановления поддержали на заседании правительства республики, которая состоялась под председательством премьера министра региона Мурата Аргунова. Ранее предельный размер грантов, предоставляемых на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета республики социально ориентированным некоммерческим организациям, составлял 250 тысяч рублей. Отметим, что прием заявок на конкурс проектов некоммерческих организаций Карачао-Чикесии 2023 стартовал 20 марта и продлится до 19 апреля. Подать заявку можно на сайте кчр.гранты.рф. 80% затрат на получение сертификации возместили трикотажные фабрики из Карачао-Чикесии. Руководитель фабрики трикотажа Алабар Шамиля Лепшоков рассказал, какую поддержку оказывают в развитии предпринимательской деятельности в нашем регионе. Алабар – динамично развивающаяся компания, оказывающая полный спектр услуг по производству вязанного трикотажа. В прошлом году предприятие заключило первый экспортный контракт с Республикой Беларусь. В этом деле фабрики помогли в региональном центре «Мой бизнес», а именно в получении международного сертификата, необходимого при выходе на экспорт. Кроме того, центр оказал поддержку предприятию, компенсировав 80% затрат на получение сертификата. По сей день Алабар успешно сотрудничает с партнерами из Беларуси, а оборот денежных средств за прошлый год составил 7 миллионов рублей. Сейчас фабрика занимается производством детской одежды, головных уборов, пледов и вязаных изделий. В Черкесске начинаются работы по озеленению. Вскоре зеленые насаждения появятся во всех парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах города. Кроме того, красивые цветы украсят разделительную полосу на проспекте Ленина. Озеленение каждой общественной зоны руководство республиканской столицы будет обсуждать индивидуально. Начали с парка «Юность», где со дня на день начнут высаживать газоны. Снова украсят цветами цинерарей, бегонями и бальзамином. Основную клумбу на «Юность». Приняли решение установить рядом с цветником еще несколько фонарей в дополнение к ранее установленным здесь на Аллее Славы 50 светодиодным лампам. Рядом в парке «Победы» будет произведен ремонт памятников. Здесь же планируется более насыщенная плотная высадка растений. Мэр города Алексей Баскаев поручил зеленструю выполнить все работы качественно. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Учкулан вышло на финишную прямую. Место под строительство будущего спортивного комплекса выбирал лично в ходе рабочей поездки в Карачаевский район руководитель региона. Фоки смогут заниматься спортом жители Эльбрусского, Карджурда, Учкулана и Хорзука. К спортивному объекту уже подведены коммуникации, ведутся внутренние отделочные работы, устанавливаются архитектурные прожекторы для подвески фасада здания и благоустраивается прилегающая территория, на которой будут размещены 10 лавочек и высажены 34 туи. Рядом со спорткомплексом будет большая парковая зона. Общая площадь двухэтажного здания составляет порядка 1 тысячи квадратных метров. После оснащения всем необходимым оборудованием здесь будет одинаково комфортно заниматься как детям, так и взрослым. Оздоровительным фитнесом, борьбой, боксом, тяжелой атлетикой, баскетболом и волейболом. Для удобства спортсменов и тренеров предусмотрены душевые, раздевалки, тренерские и другие административные помещения. Все работы планируют завершить к маю текущего года. Из-за бездействия администрации района в Карачао-Чекесе на плодородных землях образовалась свалка площадью свыше 1 гектара. Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В марте Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило крупную свалку на землях сельхознадзора недалеко от аула Ирсакон в Адыгехабльском районе. При проведении выездного обследования установлено, что на земельном участке для хранения и переработки сельхозпродукции размещали отходы из пластмассовых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых упаковок, необработанной древесины, битого шифера, кирпича и бумаги. Под свалкой оказался весь участок площадью свыше одного гектара. По данным Единого государственного реестра недвижимости, правообладатель земельного участка администрация Эдагехабльского района. Управление Россельхознадзора объявило администрации района предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. 24 марта в станице Преградной Улубского района состоится торжественное открытие первого центра общения старшего поколения в республике. Отметим, социальный фонд уже открыл 98 центров общения для людей старшего поколения в 73 регионах страны. Они создаются в отдаленных районах с целью организации разнообразного и качественного досуга для пожилых людей. В клиентских службах социального фонда, в которых расположены центры, созданы максимально комфортные условия, зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, оборудованы помещения для проведения массовых мероприятий. Для гостей центров регулярно организуют встречи с представителями органов власти, проводятся лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологические мини-тренинги, шахматные турниры, образовательные вебинары, уроки актерского мастерства и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. В эти дни на площадке Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса проходит оригинальный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023». Состязания проходят в компетенции поварского дела. 25 марта на курорте «Архиза» пройдут детские и семейные старты «Архизенок». Участники от 6 до 14 лет и их родители будут соревноваться в дисциплине «Слаломбоны». Состязания пройдут на трассе номер 1 «Горизонт». Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачные с прояснением погода, местами дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, а в горах местами плюс 2-7 и сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, столбик катерометра поднимется до 13 градусов выше нуля. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. На этом новостной выпуск завершен. Его провела Рита Нерова.